Далее переходим к нашей следующей теме, вот о чем поговорим. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение ФСБ усилить наблюдение за границами, чтобы предотвратить риски проникновения в страну шпионов из-за рубежа. В то же время про президентская партия «Единая Россия» подготовила законопроект, который запрещает уехавшим россиянам работать удаленно по некоторым специальностям. Их перечень позже должно определить правительство. Единороссы считают, что такой законопроект – это прежде всего безопасность, а не дискриминация российских граждан. О каких специальностях идет речь в новом законопроекте и сколько россиян покинули страну с июля по сентябрь этого года, по данным российского ФСБ. Смотрите далее. В Госдуме предложат ограничить удаленную работу для граждан, которые покинули Россию. Как пишет издание «Медуза», с инициативой выступила провластная партия «Единая Россия». Ограничения распространятся на тех, кто не является налоговым резидентом России, то есть проводит за пределами страны более 183 дней в году. Как отметил один из создателей документа, законопроект не дискриминационный. Он направлен на то, чтобы обезопасить россиян. Человек, который работает, например, в банковской сфере, он имеет доступ к корпоративной почте, к базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом. Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» на брифинге в Госдуме. Тем не менее, российское издание «Верстка», опираясь на свои источники в парламенте, сообщает, что документ затронет россиян, покинувших страну на фоне агрессии России в Украине и мобилизации, и будет проходным, то есть парламент его в любом случае примет, пояснили источники. Законопроект полностью запретит удаленную работу для сотрудников нескольких сфер, в которых распространяется секретная информация. Под его действия попадут работники из сферы информационной безопасности, государственные чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и другие. Из статьи в издании «Верстка Медиа». По данным ФСБ, в ноябре стало известно, что с июля по сентябрь число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Почти 10 миллионов выездов, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Как усложнить жизнь россиянам, которые уехали из страны после объявления частичной мобилизации, одна из наиболее обсуждаемых тем российских политиков. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин в сентябре заявил о создании списков покинувших страну граждан и упрекнул их в том, что они выбрали регионы для отсидки, где Москва, по его мнению, создала стабильность. Они воспевали Запад и те страны, которые от них отказались, где их презирают, где они не нужны. При этом они постоянно подвергали сомнению работу нашей страны по созданию стабильности в приграничных территориях, в том же Казахстане, других государствах. Критикуют? А сейчас куда бегут? Туда, где мы создали стабильность, там, где создали Евразийский экономический союз. Есть экономические свободы, а свою страну бросаем? Затем пересидят время, которое их напугало, встанут в очереди, назад, через границу. Но мы как к ним относимся? Вот вопрос. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации во время заседания 28 сентября. С 24 февраля в России жестко подавляются демонстрации инакомыслия. Как пишет Рейтер, в сентябре более 1300 граждан были задержаны на акциях протеста против объявления Путина мобилизации 300 тысяч человек. Выступая 20 декабря в День работников Службы безопасности России, Путин поручил спецслужбам усилить наблюдение за россиянами и границами страны. Должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ. Государственная граница – это важнейший ключевой рубеж обеспечения безопасности страны. И она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить пресекаться быстро и эффективно. С использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения. Также по поручению Путина ФСБ усилит надзор за массовыми собраниями, стратегическими объектами и энергетической инфраструктурой, сообщает агентство Рейтер. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom. Детальнее об этом будем говорить с нашим гостем Алексей Барановский, адвокат представителя Съезда народных депутатов России с честными на связи. Здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Доброе утро, доброе. Я объясню для нашим зрителям, кто-то может не знает, кто такие налоговые нерезиденты Российской Федерации. Такими считаются люди, которые находятся в стране менее 183 календарных дней в течение 12 их следующих подряд месяцев, соответственно года. Слышали мы массажер со стороны господина Исаева, который является таким фронтменом подобного документа, о котором подробно рассказали наши документы. Не допускается заключение договора трудового или соглашения к трудовому договору для лиц, которые по налоговому законодательству не являются резидентами Российской Федерации. Списывается, напомню, будет определенно позже правительством. Если вот не вникать и слушать Исаева, ну якобы все окей, человек находится не в стране и по идее там может находить работу в другом государстве, где он живет, может работать в темную и многое другое. На самом ли деле вот такими благими намерениями ныне прикрывается Исаев и ему подобное, принимая, рассматривая вообще подобный законопроект? Смотрите, благие намерения и депутаты Госдумы Российской в одном предложении, это такое себе сочетание, почти невероятное, а точнее абсолютно невероятное. Вся их законодательная инициатива, она имеет один ключевой месседж, запретить, вот что-нибудь еще запретить, еще вот не все они, видимо, запретили, поэтому они находят какие-то еще сферы регулирования общественных отношений, где еще можно что-то запретить. Вот работают граждане за рубежом, надо это запретить. Завтра они еще что-нибудь запретят, что еще до этого момента они запретили. Но если говорить про данный конкретный законопроект, тут на самом деле она такая, знаете, ситуация палка о двух концах, потому что с одной стороны они подталкивают граждан к тому, чтобы они определялись. То есть нельзя уже будет работать за рубежом, жить за рубежом, да, и при этом сохранять связь какую-то с Российской Федерацией. Они считают, что граждане, которые уехали, но не совсем порвали еще связь, так сказать, с Родиной, они определятся в пользу, значит, лояльности или там возвращения в Россию. Но это совершенно далеко не так. Так что такой законопроект для них, он может привести совсем не к тем последствиям, на которые они рассчитывают. Алексей, говоря о тех цифрах, о том количестве россиян, которые уже выехали из Российской Федерации, и говоря о, ну опять-таки, возможном контрнаступлении со стороны Российской Армии, опять же-таки разговоры аналитиков, экспертов, которые говорят о том, что, скорее всего, на протяжении зимы Российская Федерация, Российская Армия будет укреплять свои силы для того, чтобы в начале весны потом снова же пытаться пробовать продвигаться. Но опять же, эта информация доходит и до российских граждан, соответственно, они понимают, что кого будут, опять будут, что будет, опять будет мобилизация, опять будут привлекать открыто, закрыто, это уже разные пути могут быть, но тем не менее, будут привлекать россиян, отправлять на фронт, перевалять, погибать. Вот за зиму, как вы думаете, насколько увеличится выезд россиян, мужчин, в частности, из России? Вот если мы обратили внимание на сюжет, который перед, значит, включением был, там Путина как раз сказал, что надо усилить охрану государственной границы. Что это значит? Это значит, что, собственно, усложнится выезд. Это такой, так сказать, довольно-таки прямой намек, потому что все спецслужбы, в том числе ФСБ, пограничная служба ФСБ, они очень хорошо читают, так сказать, между строк. Если уже даже в паблике Путин говорит, что границу надо заморозить, то внутренние инструкции у них тем более пойдут такие. Так что я думаю, что постепенно железный занавес, он на Россию опускается, причем она сама это делает, так сказать, окукливается, превращаясь из полуевропейской страны в такую, знаете, Северную Корею. Ну, это вот такой у них политический вектор сейчас. Так что я думаю, что бежать скоро будет максимально затруднено россиянам из России. Вот. И это, опять же, приведет к тому, что людям придется определяться. Готовы они бороться с этой властью, которая делает из них что угодно. Теперь уже и саму жизнь забирают, отправляя их на фронт умирать, значит, в Украине. Ну, либо они будут это дальше терпеть. Ну, вот ситуация, то есть, она для тех, кто в России, она только ухудшается. А в следующем году будут еще экономические сложности, санкции, наконец-таки, начнут давать эффект. Значит, поэтому ситуация в России внутри будет только накаляться. Хотела еще уточнить, вот после этого поручения Путина усилить наблюдение за границами, вот под вашими словами железный занавес для, ну, вот как думаете, это может быть там определенный возраст, это только для мужчин, это, ну, то есть, как-то вот можно уже сейчас, ну, как-то приблизительно очертить, как будет выглядеть этот занавес для россиян? Вот даже в этом законопроекте, с которым мы начали обсуждение, они же сначала предлагают ограничить возможность работы, работы, значит, за рубежом для определенных категорий. То есть, это такая обычная тактика, рубить хвост, значит, частями, не сразу весь, да, а вот сначала этим запретим, потом тем, и так они во всем. То есть, и с запретом тоже как-то будет. Сначала, ну, вот уже давно запрещено там сотрудникам полиции, там еще кому-то выезжать, кто на госслужбе, значит, за рубеж вообще, да. Ну, теперь еще какие-то придумывают ограничения, там, возможно, по возрасту, возможно, там, если ты работал на какой-нибудь госслужбе 30 лет назад полгода, то и тебе тоже запретят. Ну, то есть, вот такие изуверские какие-то, изуитские законопроекты у них постоянно появляются, и в этом отношении у них фантазия хорошо работает. Именно вот на то, как что-нибудь еще запретить. Да, запретят каким-то категориям, а потом мы совсем это занавес. Ну, это степ-бай-степ у них. Ну, в начале ноября, в конце ноября, напомню, известия писали о том, что НДФЛ может меняться, налог, подоходный налог для нерезидентов, так называемых, правительство внесло законопроект Минфина, который, согласно которому, налоговые нерезиденты России, работающие на российские компании, они лишаются, как раз, возможности не платить подоходный налог НДФЛ, называется, в Российской Федерации. Напомню, ставка НДФЛ 30% для нерезидентов, для резидентов 13-15. Но, возможно, цифры здесь не играют такой большой роли, исходя из этого законопроекта, который Исаев очень сильно пушит. Важно, как мне кажется, это перечень профессий, которые будут затрагивать, хочу сакцентировать, чтобы вы снова акцентировали на это внимание, которые будут затрагивать этот законопроект. Я понимаю, тут вираж огромнейший просто, горизонт для действий со стороны представителей Госдумы и многих других большой. О каких профессиях, как вы считаете, можно сейчас точно говорить? Тут, видите, у них борются два начала. С одной стороны, люди таких свободных профессий, вроде айтишников, и все, что связано с современным глобальным миром, с глобальным бизнесом, они в основном, так сказать, более европейского мышления, более свободолюбивые. Поэтому это как раз та категория, которая более всего опасна для российской власти, которая консервируется, возвращается куда-то там в советские времена, если не сказать в Средневековье. То есть, с одной стороны, им выгодно уменьшать количество таких вот современных людей, европейских мыслящих, чтобы они уезжали. Потому что если они будут оставаться внутри России, по представлению российской власти, они могут распространять вот это инакомыслие, слова, свободу слова, там, как бы, такие оппозиционные настроения и так далее. То есть, с одной стороны, вот почему занависть опускается быстро? То есть, таким вот оппозиционным людям, которые потенциально могут составить там ядро протестов, им дают уезжать. То есть, большая категория, количество людей уже выехало. Поэтому до конца они не запрещают им идеи. С другой стороны, экономика будет схлопываться, поэтому тут и экономический интерес тоже. То есть, они хотят, чтобы там налоги, зарплаты, это все оставалось внутри страны, а не там оседало где-то, значит, за рубежом. То есть, тут и экономический интерес. И вот этот баланс, то есть, будут разные варианты. Закрыть полностью всем, полная Северная Корея, либо выдавить тех, которые потенциально бузатеры, которые могут составить ядро протестов. И вот в такой ситуации, то есть, будут два рычага, которые, два варианта, которые может власть применять. Если будет команда Путина, все, закрываемся полностью, значит, закроют полностью. Если пока что вот такая тактика, что выдавливание постепенное недовольных, чтобы они там внутри России ничего не бузили. Ну вот, пока что вот такая ситуация. То есть, профессии, о чем изначально вопрос был, это именно вот такие профессии, которые связаны с глобальным миром, с глобальной экономикой. Вот такие люди им будут максимально стараться, с одной стороны, усложнить именно интеграцию в международное пространство, а с другой стороны, если они будут сваливать, чтобы ничего там внутри России не бузили, этому тоже пока что препятствовать не будут. Примерно вот так сейчас. Ну и тоже, исходя из законопроекта, хотят запретить работу на удаленке, да, для тех, кто выехал из страны. Ну вот, а в целом, вот как это повлияет на саму экономику Российской Федерации, которая так сейчас под санкциями, которая так тратит сейчас огромную часть на то, чтобы спонсировать войну и полномасштабное вторжение Российской Федерации, да, на территорию Украины? Как еще и эти пункты будут добивать, по сути? То есть, Путин сам и добивает свою экономику? Ну, для экономики, как макроэкономики, это, в принципе, не столь существенные потери. Это, скорее, именно вопрос социальной ситуации в стране, как это отражается на значительной части населения. А экономика, как вот бюджет российский, это, прежде всего, по-прежнему углеводороды. И вот в этом отношении эмбарго на нефть-газ, который вот только недавно заработал, но скажется это на российском бюджете и на состоянии экономики только в следующем году. Поэтому я говорю, они пытаются максимально обложить, с одной стороны, население всякими запретами для того, чтобы, когда ситуация экономическая будет падать и на недовольство населения будет возрастать, чтобы у них было больше рычагов давления, значит, на всех недовольных. Это и запретительные какие-то меры, экономические рычаги, ну и, соответственно, Росгвардия и прочие силовики, которые уже будут зачищать улицы, если недовольство выльется на улицах. Вот там. Ну, в общем, совершенно очевидно, что российская власть готовится к серьезным таким событиям в следующем году. И, в общем, она правильно готовится, потому что их мудрое руководство к этому всему ведет. Ну и поражение военное в Украине, которое уже неминуемо наступит в следующем году, оно тоже повлечет за собой цепь событий. В том числе мы уверены, что падение режима Путина, оно произойдет уже в следующем году. Два маленьких уточнения. То есть, с одной стороны, к чему готовится Российская Федерация, вы говорите, да, в следующем году готовится, ну, понятное дело, к поражению, да, но в плане самой стране внутри готовится ли к протестам, к несогласным? Вот в этом аспекте один момент. И вот второй момент тоже по, говорите, да, не на экономику давить, давить на социальную сторону. Вот в контексте страха Путина, на какие шаги он еще готов пойти для запугивания общества, чтобы никто никуда не выходил на эти же протесты, опять-таки, чтобы никто, как в Советском Союзе, там больше троих не собирались на кухне, ничего не обсуждали. Что может быть следом? К обострению ситуации внутри России, значит, путинские власти совершенно очевидно готовятся. Если вы помните, в начале войны Росгвардия, там, и полицейские части, они бросались на фронт в Украину, тут их успешно, значит, украинские воины аннигилировали и так далее. Но в последнее время полицейские части больше в Украину не бросаются. Почему? Потому что они понимают, что, значит, Росгвардия и прочие вот эти все ОМОНы, они нужны будут внутри самой России. Они их берегут против своих граждан. Соответственно, в Украину бросаются мобилизованные, там, какие-то еще остатки армии, профессиональные, контрактные, профессиональные, опять же, в кавычках. Вот, то есть, даже поэтому видно, что милицию, полицию вот этих всех силовиков, которые с дубинками привыкли разгонять, значит, молодежь, там, женщин и детей, то их теперь берегутся для того, чтобы подавлять все протесты внутри России. Ну и вот, собственно, такая ситуация. Они сами понимают, что все идет к тому, что народное восстание, оно уже не за горами. Напомним еще нашим зрителям. Недавно «Медуза» писала о том, что среди россиян, которые уехали из государства после того, как Путин объявил так называемую частичную мобилизацию, каждый третий пытается трудоустроиться войти. Пятый в продажах и маркетинге. Как правило, иммигранты воспринимают страны, где оказались, как перевалочные пункты. Уехать дальше пока могут немногие. Так же говорит издание. Короткая цитата. Алексей, вернемся к обсуждению. Сейчас Россия теряет людей в самом продуктивном возрасте. От 20 до 45 лет, в котором накапливаются навыки и умения, то есть человеческий капитал. На поколение 20-30-летних в Российской Федерации уже пришелся демографический провал. А из-за отъезда людей оно станет еще меньше. И это будет иметь долгосрочные последствия. Если уезжают квалифицированные люди, они не только вылетают из экономики сами, они не смогут обучить тех, кто идет за ними. Кроме того, сейчас уехали мужчины, и за ними со временем поедут многие женщины и дети. Из статьи Владимира Третьякова для «Медузы». Вы знаете, Алексей, если попытаться подытожить в целом вот эту тему, вам не кажется, что происходит определенный диссонанс со стороны российской власти? С одной стороны, Путин говорит о борьбе с предателями, шпионами и диверсантами. С другой стороны, в октябре, в средине октября, проводит целый совет безопасности, который посвящен миграционным вопросам. С другой стороны, производятся вот такие вот законопроекты, о которых мы начали с вами говорить. Так а какие россияне нужны Путину? Я не понимаю. Которые будут жить в его государстве, точнее, в государстве, который он видит. Нужны ему айтишники? Не нужны ему айтишники? Кто ему нужен за россиян вообще? Ему нужны послушные. Так же, как они привыкли, что силовики все отдают там честь и по любому звонку там выполняют любой приказ. Законный, незаконный, этичный, неэтичный, неважно. Это вертикаль власти. И вот они хотят, это мечта, чтобы население тоже было такое из сплошных винтиков, которые выполняют только приказы, которые там пришли в гениальную голову, в кавычках, как всегда, Владимира Путина. Поэтому вот эти самые активные, пассионарные элементы будут либо подавляться, в том числе силовыми, репрессивными методами, загоняясь в подполье, в тюрьмы и так далее, либо выдавливаться за страну. Ну, а что взамен будет? Раздача паспортов на каких-нибудь оккупированных территориях. Те люди, которые, в общем, под прямым давлением армейских частей находятся, им, конечно, легче всего раздать паспорта, и они будут послушненькие. То же самое с предельными странами, где на данный момент уровень жизни значительно ниже. Ну, не секрет, что в России, в Москве, там, в странах, в регионах Сибири очень много трудовых иммигрантов, там, из стран Азии, Узбекистан, Киргизстан и так далее, тоже раздают паспорта, потому что иммигрант, который приехал зарабатывать деньги, чтобы кормить свою семью, он, естественно, в более зависимом положении не находится, чем коренное население, им проще управлять. Раздавая им паспорта, и они же привыкли в своих странах, значит, Азии, где у них там один байк, как он сказал, так и за него все, значит, отдали честь, опять же, проголосовали, стопроцентная явка, стопроцентная, значит, результат от голосования. Вот Путин хочет, чтобы в России все было так. Поэтому это своего рода, знаете, такая замещающая миграция, то есть всех, значит, свободномыслящих выдавливают, либо сажают вместо них, раздают паспорта тем, кто находится под, значит, давлением вооруженных частей, либо из более бедных стран. Вот такая политика сейчас в России. Политика логичных решений, выдавливая своих граждан, при этом закрывать границы. Ну, вот это вот, вот это вот, взаимоисключающие понятия в российской... Это как у Путина должно быть две папочки, чтобы два решения, либо сделать так, либо так. Вот какую он покажет папочку, то и будут делать. Ну, вот стратегии тут нет. Тут есть только воля от Путина. Да, по-другому не скажешь. Алексей, не по теме законопроектов, либо же решений путинской власти по отношению к своим гражданам, хотя, наверное, эта тема также ее касается, но о насущном. Напомню нашим зрителям, президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил свой сегодняшний визит Вашингтон. Напомню, вчера, и об этом сообщил Фридом эксклюзивно, президент Украины посетил Бахмут, город Донецкой области, на улицах которого ведутся бои непосредственно. В то же время, Путин награждает Симоньян, перед ним присаживается Сальдо, что Владимир Владимирович его наградил, ну и прочее, прочее происходит в Москве. Кремлевский лидер у себя дома, с закрытыми шторами, президент Украины на фронте, а после летит к союзнику, крупнейшему союзнику украинского государства. Хочется, чтобы вы оценили нынешнее положение Путина и Зеленского. Лучше всего и нагляднее всего сравнивать положение президентов мы будем, смотря новогодние обращения. Это каждый год видно, но в этом году, я думаю, это будет особенно выпукло, что называется. Я полагаю, что обращение Путина, значит, под курантами нас вернет в новые 1900, не знаю какой, 72-й, может быть, год и по эстетике, и по содержательной части. Это вот опять будет реально, можно будет сравнивать с какими-то передовицами газеты «Правда» за 70-е годы либо с программой «Время». И очень интересно этот репортаж будет посмотреть из параллельной вселенной. Видимо, Путину придется отчитываться о грандиозных успехах в экономике, в международной политике. В общем, запасаемся попкорном и платочками, чтобы вытирать слезы от смеха. По сравнению с этим... До обращений 10 дней еще, как минимум, да? 10 дней, ну или когда Владимир Владимирович его запишет. Тут просто вопрос... Вам не кажется, что это похоже на оплеуху? После Бахмута лететь в Вашингтон. Оплеуху Владимиру Путину со стороны Зеленского. Поплевуха очевидна. Просто сравнивать президента, который борется за свою страну, который практически в одном окопе со своими солдатами, президента, который за этими длиннющими столами бесконечными встречается, ну это очень наглядное сравнение. И, кстати, вот мы сейчас в командировке находимся за пределами Украины по странам Балтии. И даже тут украинцы, с которыми мы встречаемся, они внимательно следят за событиями. И даже те, кто вот беженцы от войны, там женщины, значит, все с детьми находятся за пределами Украины, они очень воодушевлены тем, как президент Зеленский, значит, показывает незламность, господи, как это российская, в общем, несокрушимость украинской воли. Поэтому это очень действительно показательно и за этим следит весь мир. И это очень здорово, что Зеленский способен именно так демонстрировать украинскую силу воли и украинское, значит, стремление к победе. Алексей, спасибо вам. Всегда вас рады видеть в нашем эфире. Я напомню, что Алексей Варновский был с нами на связи, адвокат, представитель съезда народных депутатов России. Продолжение следует...